Никита меня спрашивает, что наиболее сильно влияет на успешность человека в бизнесе? Врожденные особенности мозга, хорошая память, быстрая реакция на изменение кровящей среды, эрудированность, социальная среда, окружение, в котором вырос человек, или что-то совершенно иное? Никита, очень хороший вопрос, потому что все, что вы перечислили, играет очень большое значение в успешности человека. Значит, когда вы здесь перечисляете, вы на самом деле рассказываете про значительную часть так называемых софт-скиллов, что такое хорошая память и быстрая реакция на изменение кровящей среды. Это ваши когнитивные навыки, о чем я говорил, эрудированность, это когнитивный навык. Социальная среда и окружение, в котором вырос человек, это ваши социальные навыки, это вторая часть. И третья часть вы здесь не упомянули, это управление собой, потому что если у вас все это есть, но вы не способны справиться со своими эмоциями и где-то правильно тормозить, где-то наоборот правильно разбегаться, то это будет проблема. Значит, у этого есть, о чем мы здесь говорим, есть генетические факторы, потому что, безусловно, способность к запоминанию, к объему той информации, которую вы способны помнить, определяется генетически в значительной степени, хотя вы можете использовать какие-то специальные мнемонические упражнения, которые позволяют вам запоминать что-то конкретное, например, имена людей, с которыми вы взаимодействуете, цифры и так далее, и так далее. Но это уже вопрос инструмента, а не генетической предрасположенности. То же самое относительно реактивности. Она тоже определяется, в науке есть такое понятие нейротизм, это скорость переключения, это реактивность, моя готовность переключаться с задачи на задачу, сохраняя сосредоточенность, эрудированность. Это в значительной степени, опять же, связано с особенностями памяти, потому что память – это все-таки в значительной степени биологически предустановленная в нас вещь по объему. Все это будет иметь значение. Софт-скиллы все будут иметь значение. Если сказать, что должен быть какой-то у человека специальный градиент для бизнеса, это было бы очень смелым утверждением, потому что огромное количество людей занимается бизнесом. Это когда ты занимаешься бизнесом, ощущение, что ты и еще три человека занимаются. На самом деле, если мы посмотрим на бизнес корпораций, на бизнес малых предприятий и так далее, огромное количество людей в них участвует. И это софт-скиллы, и это хард-скиллы. Это то, что мы можем натренировать. Я считаю, что единственное, когда не нужно человеку пытаться насиловать себя в бизнесе, это в том случае, если ему нравится работать в неуправленческой, а четко какой-то профессиональной деятельности. То есть, условно говоря, если у вас художник или программист, которому нравится именно вот эта конкретная созидательная деятельность, а не управленческая, потому что бизнес – это все-таки всегда управление, это всегда социальные связи. В этом смысле важность социального интеллекта переоценить сложно. Поэтому в этой связи, может быть, я не могу выбрать все равно. Я считаю, что мышление, социальные навыки и умение простроить социальные отношения и набор знаний, которые необходимы для достижения результативности. Эти знания касаются и человеческой психологии, и того, как устроены рынки, и того, как организуется производство и так далее. Продолжение следует...